Здорово господа, привет даймон, с вами Анатолий, я и сегодня речь пойдет вот об этой печи, которая называется Гардарик, это предсерийный образец Спрашивать меня, когда это будет, неизвестно, так что не спрашивайте, но я обязательно сейчас расскажу, потому что после предсерийного образца идет серийный образец Значит, если кто-то смотрит мой канал достаточно давно, тот уже видел обзоры на предсерийные образцы этой печи И сейчас уже решена проблема, с которой столкнулся завод, а именно с ламелями, вот они Печка не выпускалась долгое время по той причине, что качество ламелей, которые производят в России и производят в других странах не устраивал завод Поэтому они сделали свой станок по обработке камня и стали производить сами ламели Вот такие вот штучки, но камни бывают и будут разные На данный момент вот это вот мрамор Проблема была, вот заключалась именно вот в том, чтобы сделать массовую печь С одинаковыми вот всякими вот такими вот зазорами И завод решил эту проблему Вот такая вот обработка камня То есть это просто в зеркало полировка Все очень красиво Значит печка будет, насколько я осведомлен, поставляться просто в виде печки А ламели будут вот в таких вот коробках, совершенно разные То есть в магазинах будет стоять просто кожух Если продавец захочет, он распотрошит коробочку, соберет печку Печка собирается за 15 минут Это все было при мне собрано И у продавца будет печка и набор различных ламелей Хочешь такой мрамор, пожалуйста, хочешь же дейт, давай же дейт То есть у завода куча идей и масса амбиций касаемо вот этой печи Потому что на данный момент, на 2017 год Самым большим спросом пользуются только самые дорогие печи Поэтому эта печь будет не дешевая И я покажу, какие решения там использованы Почему она не будет дешевая, ну уже сами видите, из-за камня Который достаточно сильно увеличивает стоимость печи Ну и еще из-за всяких интересных решений Значит начнем, наверное, сверху и продолжим вниз Значит, что здесь вверху видно? Вверху сразу видят люди тюльпанчик, цветок Это закрытая каменка Вот сюда вот закладываются камни Это нужно сделать, будет до монтажа печи До того, как вы одели вот эту вот чугунную рамку Кстати, чугун льет сам завод То есть там все проверяют Вот такая, чтобы там никаких не было каверн Вот такая вот чугунная рамка Она одевается уже в самом конце Здесь закрытая каменка, повторю Которая себя зарекомендовала уже на печах Класса пониже Это Саяна XXL, Гейзер 2014, Гейзер 2014 мини Гейзер простой, там Ангара 2012 И эта каменка еще чуть-чуть улучшена Значит, выглядит она не в виде барабана Выглядит она в виде домика То есть верхняя часть вот так вот идет Вот видна крыша домика Потом идут как бы стенки домика И низ уже вот такой вот покатый Каменка реально огромная Камни туда можно положить большое количество Со всех сторон камни будут Ну кроме как с боков Пламенем нагреваться до невероятных температур И вот отсюда будут уже выходить сгоревшие газы Судя по тому, что вы увидите вот здесь вот такую вот ложбинку Производитель будет ставить Или рекомендовать поставить Модуль дымохода Который также будет сделан из ламелей Ну типа как вот на этой печи То есть еще и дымоход Полметра, метр Только сколько нужно будет покупателю Будет сделан Дальше Вот у меня у самого печи Одна из первых Которая закрытая каменка Это Ангара 2012 И проблем с закапчиванием С конденсатом С коксованием нету Потому что все, что сыпется с трубы Сыпется вот сюда вот И просыпается вниз И там сгорает То есть здесь нету никакой плоскости Дальше Касаемо закрытой каменки Вот этот тюльпан идет у нас уже с Как видите с обратным клапаном Вода туда проливается А пар обратно не выходит Пару нужно откуда-то выходить И вот здесь конструкция такая же Как на Саянах XXL Пар выходит вот отсюда Ну или на гейзере мини Здесь у нас все закладывается камнями И пар еще доводится На них шлифуются То есть пар мелкодисперсный Легкий, сухой Дальше Так как печь Абсолютно вся Со всех сторон Закрыта ламелями У нее отсутствует Нерегулируемая конвекция Почти отсутствует Чтобы топку не перекосило Не переклинило Здесь естественно есть щели Ну во-первых Вот они щели Они конечно закрыты камнями будут Камни естественно воздухом будут охлаждаться Но это и не важно Потому что открытой каменькой пользуются Ну только для того Чтобы резко поменять микроклимат Основное производство пара Будет вот здесь вот То есть ковшом сюда заливаете И пар выходит вот отсюда Дальше Где еще у нас есть щели? Вот здесь вот по бокам То есть Сделано все так Чтобы конвекция была сведена к минимуму Но с другой стороны Чтобы топка прослужила дольше Давайте посмотрим Что у нас в топке И как что выглядит Ну во-первых Большое стекло Вот моя ладонь Здорового человека То есть стекло Реально огромное Конечно меньше чем у Печи Витруя Но все равно большое Дальше Летая вещь Штампованная Большой зеленый лодж Ручка Красота Это чугун Стекло крепится на точке Стекло повторю большое Если вдруг у вас С большим стеклом И у вас вот точечное крепление Все равно какая печь И стекло лопнуло вдруг То заходите на сайт Robox.su Это по-моему Один из лучших Одно из лучших мест Где можно купить стекло Потому что они Знают все типоразмеры Любых печений Только термофор Вообще любых И в любой город России Доставляют вот Вот это же Стекло Что-то Robox Жиростойка Жиропрочная Вот Что здесь у нас Здесь у нас Уплотнитель тут Уплотнитель тут И Сразу мне бросается В глаза Щель Данная щель Предназначена для того Чтобы Была система Антизакапчивания стекла Ну и с другой стороны Она еще подает Кислород В верхнюю часть Топки Соответственно Пламя тут очень красиво Играет Потому что щель огромная Воздух сюда будет Нагоняться Дай боже сколько Дальше смотрим Что у нас здесь Здесь у нас топка Топка Сделана В местах Максимально возможных Из гнутого листа То есть видите Здесь сварки нету Здесь будет Находиться Чугунный колосник Скосов К сожалению Нету Вот таких вот Чтобы Падало Сгоревшее дерево Превратившееся В уголь На чугунный колосник Но с другой стороны Это еще и Несерийный Образец Так что Посмотрим Что будет Каналов Дожига Я здесь не вижу Ребер Жесткости Судя по всему Здесь тоже не приварено Ну и смотрим Вот Верхняя Часть топки Это нижняя Часть Закрытой каменки Сгоревшие газы Проходят Вот здесь Вот И проходят Вот Туда То есть Никакого Прямооттока Нету То есть Все сделано С верхней части По уму Вопрос возникает Какая здесь Использована сталь Сталь здесь Толстая Нержавейка Потому что Печка дорогая Экономить на Стале Тут смысла нету Здесь Толстая Нержавейка Здесь 4 миллиметра Сами видите Так Вот теперь Мой обзор Закончен Я Крайне Надеюсь Что данную Печь Мы увидим Скоро В магазинах И Ждем Ребят Которые Ее Поставят Расскажут Снимут Ролик Как Что Она Работает Ну Если Смотреть Вот Чисто Технически Супер Печь Для тех Кто умеет В России Зарабатывать Деньги И тратить Их С умом Однозначно